Мир вам, дорогие мои братья и сестры. Я хочу, чтобы мы стоя прочитали, предложить стоя нам прочитать текст Священного Писания. Мы уже его читали, но мы его еще раз прочитаем, Евангелие от Иоанна. Мы будем читать 10 глава и прочитаем первых 11 стихов. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет овец своих, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им. И так опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверь в овцам. Все, сколько их не приходили предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я, если дверь, кто войдет мною, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Аминь. Помолимся. Господь милосердный, мы хотим прославить Тебя в это утро за Твою неизменную любовь к Своему творению. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Твоя любовь и ее самое высшее выражение было в Иисусе Христе, Сыне Твоем Единородном, Которого Ты послал в этот мир. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня утром мы собраны во имя Сына Твоего Иисуса Христа. И мы благодарны Тебя за то, что Слово Твое звучит к нашим сердцам. Помоги понять и то, что Ты говорил тогда, чтобы это Слово и сегодня принесло нам пользу и принесли мы Тебе много плода, повинуясь Твоему Слову. Да будет имя Твое благословенно и прославлено. И в этих рассуждениях на Словом Твоем Духом Святым направляй наши мысли, наши сердца, открой к принятию Слова Твоего и во всем прославься, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Несколько недель назад мы открыли это Евангелие для того, чтобы поближе познакомиться с нашим пастырем. Не потому, чтобы он для нас был незнаком. Но я думаю, чтобы мы увидели, что знакомство должно быть настоящим. Должно быть тем, которое приносит в нашу жизнь Его Словом и приносит нам вместе с Его Словом наше неизменное послушание нашему пастырю и хранителю наших душ. Иисус Христос, о Котором Иоанн так не просто интересно пишет, но с такой любовью и с такой заботой, чтобы правильно передать нам знания о Боге, но и с другой стороны, чтобы передать нам то, что хотел Бог передать своим детям здесь на земле, чтобы мы увидели в Нем Спасителя, чтобы мы увидели в Нем хлеб жизни, чтобы в Нем мы увидели жизнь, чтобы мы эту жизнь приняли, и чтобы наши сердца и наша жизнь стремилась к нашему доброму пастырю. Иисус Христос является добрым пастырем, и Иоанн представляет Его. Это еще одно из качеств Мессии, который был обещан израильскому народу, который будет пасти их. Поэтому израильский народ очень был знаком с образом пастыря. Этот образ пастыря, если мы читаем Ветхий Завет, то он был очень значимым образом. Они очень прекрасно понимали, и в принципе всегда они стремились даже к тому, чтобы Господь был их пастырем. Поэтому Бог в Ветхом Завете предстает им в образе и доброго пастыря. С этим образом были связаны очень многочисленные пророчества. И несколько из них сегодня мы с вами на них сегодня посмотрим. Потому что, как Писание говорит о тех пастырях, которые были хорошими пастырями, так Бог говорит и о тех людях, которые эту профессию или это служение, они исковеркивали или исковеркивали своим образом жизни и служением, которые они несли. Поэтому сегодня я хотел бы вместе с вами буквально несколько истин почерпнуть из этого текста. Чем больше я думаю о Евангелии, я думаю, что нам его нужно как церковь изучить. Вот, пойти стих за стихом, чтобы увидеть все те глубины, которые Бог открывает здесь для своих детей. С первых текстов, первых стихов 10 главы, мы видим, что Иоанн представляет Иисуса Христа как пастыря, которого посылает Бог. Это очень важно понимать, потому что, когда Иисус Христос пришел, когда Он жил на этой земле, как и сегодня, был религиозный establishment или уже религиозное наследие, которое было на протяжении многих веков. И если мы посмотрим, как евангелист Иоанн шаг за шагом раскрывает нам Иисуса Христа как Сына Божия, вместе с этим Он и показывает испорченность религиозной системы, которая была в то время уже в Израиле. Надо заметить, что книжники и фарисеи, которых мы часто используем как нарицательные, это были обычные люди, но очень образованные. Они тоже в своей жизни чаяли служить Богу и делали это так, как они это понимают. То, что они были умными людьми, мы видим, что, в принципе, они сумели договориться с римской властью и также править народом. Но умение договориться, это еще не означает умение быть хорошими пастырями. Эта история о добром пастыре исходит из истории исцеления слепорожденного. Вы помните, наверное, эту историю, как Иисус Христос, проходя, увидел человека слепого от рождения и помог ему прозреть. Сделал бренье и сказал, иди в купальню с Силаам, умойся. И там началась целая драма. И с слепорожденным, и с учениками, и с родителями, и с книжниками фарисеев. В общем, все, кто только могли вскочить в эту историю, все были там. И вот Иисус Христос, Иоанн передает его слова, он говорит о том, что это вожди слепых, и сами они слепые. Это был приговор религиозному эстаблишменту в то время с самим Господом Иисусом Христом. Те люди, которые хотели, в принципе, принести для народа лучшую надежду, но при этом не забывали и себя. И вот когда Иисус Христос пришел в этот мир, когда его публичное служение началось среди народа, мы видим, что, в принципе, эти люди хотели, чтобы Иисус Христос просто присоединился к этой системе, чтобы он стал частью этой системы, и тогда было бы намного легче завоевать то положение в обществе, да и все общество, которое на тот момент было во время Иисуса Христа. В один момент даже евангелист Иоанн говорит об Иисусе Христе, что они хотели прийти и нечаянно сделать Его Царем. Шестая глава Евангелия от Иоанна как раз повествует нам это после того, как Христос насытил пять тысяч людей. И вот книжники и фарисеи, используя инструмент народа, они упрашивают Христа. Так и написано, что они искали, чтобы сделать Его Царем. Но Иисус Христос в этом тексте предупреждает людей, что есть те люди, которые всегда готовы позариться на то, что принадлежит исключительно Богу. И вот здесь Он говорит о стаде, Он говорит об овцах, Он говорит о загоне, и Он говорит, что есть дверь овцам. И только тот, который входит в дверь, тот является пастырем овцам. Все остальные являются ворами и разбойниками. В этом мире, братья мои и сестры, на самом деле очень много людей, которые имеют сильное желание порвать стадо Иисуса Христа. С каждым годом мы видим все эти попытки все сильнее и сильнее, гонимая церковь в одном месте, расхоложенность в другом месте, в третьем месте какое-то соитие с этим миром. В четвертом мы видим просто вот церковь начинает пиршествовать, как апостол Павел обращается в послании Коринфиям. И это все попытки разорвать церковь Иисуса Христа, разорвать то, что принадлежит исключительно Богу. Вы знаете, Иисус Христос здесь говорит о том, что есть воры и разбойники. И Он говорит, что все те, которые были до Меня, являются таковыми. Хотел бы сегодня чуть-чуть посмотреть на философию этих людей. Иногда, когда мы думаем о этой категории людей, мы, наверное, сразу рисуем страшные картины перед собой, что вот это такие злые люди, что вот они готовы в любое время наброситься на Меня. Но все значительно, наверное, проще. Это обычные люди, которые живут среди нас, занимаются, может быть, обычными вещами, но тем не менее мотивы и их отношение к народу является показательным фактором, который как раз приписывает их категорию воров и разбойников. И я хочу еще одно заметить. Иисус Христос как-то здесь говорит, что все те, которые были до Меня, они являются таковыми. Но я хочу напомнить вам также слова апостола Павла из книги «Деяния апостолов», по-моему, 19 глава, где Он в беседе с эфесскими пресвитерами говорит им так. «По отшествии Моем», что дальше говорит? «Войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо». Но дальше Он еще усиливает это и говорит, «Да и из вас самих восстанут, которые будут говорить превратно». Я думаю, что сегодня Господу и Духу Святому угодно, чтобы направить наши мысли как пастыре-начальнику, так и понять нам, помочь и раскрыть всех людей, которые могут послужить большим вредом в нашей с вами жизни. Отношение этих людей к народу. За какими бы красивыми словами они ни прятались, какие бы добрые дела они ни делали, есть одно обобщающее качество, которое исходит из сердец этих людей, которое говорит, каким образом они воспринимают стадо. Несколько главами раньше, Евангелие от Иоанна, 7 глава, Вы помните, там как раз Иисус Христос на празднике, там они собираются потом, после этого говорят, что ничего не успевают за Иисусом Христом. И вот, когда мы подходим к концу, там собирается уже Синедрион по поводу Иисуса Христа, и в принципе раскрывается суть этих людей. 45 стиха 7 главы мы читаем так. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, для чего вы не привели Его, то есть Иисуса Христа. Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Фарисеи сказали им, неужели и вы прельстились? Уверовал ли в Него кто из начальников или фарисеев? Ну, смотрите дальше, что они говорят. Но этот народ невежда в законе, проклят он. Высокомерие, самоутверждение, путь к самозначимости, путь к самовыражению, это качество всех тех, которые перелазят где-то Инди. Те, которые заходят в стадо для того, чтобы украсть, убить и погубить. Иисус Христос здесь предупреждает слушающих Его людей. Первый стих, второй и третий Евангелие от Явана, которые мы прочитали, говорит так. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор очей, но перелазит Индия, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса Его, и Он зовет своих овец по имени и выводит их. За чужим, говорит, они не идут. Истинно говорю вам, седьмой текст, что я дверь овцам, восьмой текст, все, сколько их, не приходили предо Мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их». Хотел бы сегодня вместе с вами посмотреть, на кого ссылается Иисус Христос. Кого Он имеет в виду, которые были перед Ним. Хотел бы вместе с вами сегодня посмотреть на несколько пророков, которые говорят об этой категории людей и показывают также на их качество, на их состояние. Пророк Исаия, наверное, первый в этой веренице, мы посмотрим 56 глава, в 11 стихе пророк Исаия говорит так, «И это пастыри бессмысленные, все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корость». Иисус Христос, когда смотрит на тех людей, которые по каким-то причинам решили заняться пастырством, по каким-то причинам начали стремиться к тому, чтобы или сами вышли на служение, или Бог их позвал, но вот когда они во всем этом ищут собственную корость, Бог называет их бессмысленными. Он говорит, что эти люди не умеют правильно мыслить, их оценка реальной жизни, она вообще не соответствует действительности, все, что их беспокоит, это личная корость. Это было в Ветхом Завете, это продолжается и в Новом Завете. В Деянии апостолов ученики приходят в Самарию, там обращаются люди к Богу, и вместе с ними кается Симон Волф, которому написано, что он немалое время изумлял людей. И когда он услышал проповедь апостола, написано, что он и сам крестился, и примкнул к апостолам, и когда увидел, что через возложение рук апостолов люди получают Святого Духа, он не встал в очередь для того, чтобы смириться перед Богом, обратиться к Богу, но начал смотреть со стороны, как бизнесмен, что же здесь за деяние, могу ли я на этом заработать. Знаете, иногда, когда речь идет о корости, думаю, что мы должны здесь очень четко понимать, что все принадлежит Господу Богу. И, в принципе, когда мы даже говорим, что мы даем или жертвуем Богу, мы говорим о том, что, Господи, вот эти средства, по-правильному бы были, мы хотим распределить так, чтобы Твое дело было сделано здесь. Потому что, в принципе, если надо, Бог может сделать все и без нашего кошелька, и без наших финансов, и без нашего усилия, и без нашего участия. Единственное, когда мы говорим об отношениях нашим с Богом, то в отношениях с Богом две стороны должны быть активны. Бог со Своей стороны благословляет, а мы со Своей стороны закатываем руки и Господи говорим, все, что Ты хочешь, все, что Ты предназначил в Иисусе Христе, помоги нам исполнить. Но вот пророк Исаия говорит о тех людях, которые в этом увидели корость, которые смотрят свою дорогу, а ума нету, бессмысленные. Самое плохое еще в этом бывает, когда эти люди начинают увлекать за собою других людей. Когда они сами становятся примером, когда они сами становятся теми людьми, которые такого же образа жизни желают. Второе. Пророк Еремия говорит так. Вторая глава, восьмой стих. Чрезвычайно сложное время для Израиля. Люди ищут откровения Господа, стесняют враги отовсюду. Вот люди в поисках, в поисках выхода. И вот я не буду пересказывать всю эту историю. Откройте книгу пророка Еремия. Ты замечательный человек Божий, который просто изливает и свою душу, и видишь настроение Божие, но видишь также твердолобость народа, который не хочет прислушаться к Господу, не хочет прислушаться к Его словам. Смотрите, пророк Еремия говорит так. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня. И пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили во след тех, которые не помогают. Это вторая категория людей, которых заботит, знаете, вот, можно сказать, как мир, так и мы. Вот, мы часто сравниваем то время, время Христа и сегодняшнее время. Но хочу сказать, что это как имело место быть тогда, потому что грех был такой же, так имеет место быть и сегодня. Ходить вслед Ваалом, это ходить вслед этого мира, и принимать философию этого мира, и соглашаться с этим миром, и каким-то образом поддакивать этому миру. Ну, если уже вообще как бы это сложно делать, тогда просто можно молчать и молча соглашаться с тем, что предлагает этот мир. Знаете, Иеремия был тогда единственным пророком, который противостоял всей системе. Люди шли просто вот по наклонной, и Бог обращается к ним, говорит, что происходит с моим народом? Почему они не вопрошают, где я? Почему они не обращаются к моему закону? Что происходит с моим народом? И вы знаете, Бог наказал их пленом. Бог увел их в плен за и до поклоства, за то, чтобы они ходили вслед в Ваала, а Бог, говорит, в завалом в Вавилон. Ну, так происходит. Бог справедливый Бог. Я не хочу сегодня как бы рисовать образ страшного Бога. Я хочу сказать, что Бог, Он всегда был таким, как Он был всегда. И Он будет таким. Его Слово неизменно. Но когда Он смотрит на свой народ, на людей, которые называются Его именем, а своим сердцем идут вслед за другими богами, Бог никогда не терпел и не потерпит. Иеремия, 23 глава, 1-2 стих, пророчествует пророк Иеремия и говорит так, «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Мои». Говорит Господь, посему так говорит Господь Бог Израилев, к пастырям, пасущих народ Мой. Вы рассеяли овец Моих и разогнали их и не смотрели за ними. Вот Я накажу вас за злые деяния Вашим, говорит Господь. Казалось бы, что не пророк, то вот еще хуже и хуже становится. вот Иисус Христос здесь недаром говорит, что все, которые были до меня, все, которые были до меня. Ну, наверное, вы сидите и думаете, это, брат Венемин, ты сегодня себе проповедуешь. Ну, так получается. Вы выслушиваете мой монолог, как я хочу и обращаюсь к вам сегодня, что меня ожидает, если я то, или что меня ожидает, если я не то. И, братья мои, сестры, на самом деле я понимаю, что ожидает. Но хочу напомнить один текст со второго послания Петра. Вы род избранный. Продолжите дальше. Царственное священство. Хочу спросить, поднимите руки, где нету священника в доме. Знаете, мы здесь собраны во имя Иисуса Христа. Мы являемся церковью, мы являемся телом Его. Но каждый лично в себя дома, в своей семье должен возвышать голос, должен обращаться к Богу, должен удаляться от этих вещей, должен стремиться к тому, чтобы изучать закон Божий и должен стремиться к тому, чтобы этот закон передавать другим. я понимаю, какую Господь ответственность возложил, даже не то, что Господь возложил на меня ответственность, я ее сам взял. Господь позвал, так и каждый из нас. Мы живем, значит, мы живем по Божьим законам, по законам нашего Творца и нашего Создателя. И вот смотрите, здесь пророк Еремия, ситуация усугубляется в народе, народ бедствует, он смотрит на все это безобразие и передает им Слово Господне, говоря, горе вам, вы разгоняете народ Божий. Хочу спросить, братья мои, вы из дому никого не гоните? Вы соседей не гоните далеко? Сотрудников на работе. Безразницы где, священник это не только здесь священник, священник он везде священник. Об этом свидетельствует притча Иисуса Христа о добром самарянине. Когда проходил мимо самарянина человек, Христос не просто говорил, прошел человек номер один, а потом человек номер два, а потом человек номер три. И вот человек номер три оказал ему помощь. Помните, как Христос называет вещи своими именами? И у Христа был и священник, и левит, и добрый самарянин, которого еще, ну, вот он не понимал, какое служение, но где-то с сердцем чувствовал, что нужно помогать. Пророк Иеремия обращается к тем, которые были до Христа и говорят, вы губите и разгоняете овец паства моей. Вы рассеяли моих овец, вы их разогнали, вы не смотрели за ними. Посмотрите, какое чрезмерное нерадение, вот безалаберность, вот все не на своем месте, как некоторые говорят, все есть, кроме порядка. Вот эти пастыри, о которых здесь говорит Христос, они на самом деле навредили много, они послужили причиной тому, что появились соблазны, появилось отступничество, появилось нерадение за дело Господне, и появилось несогласие с тем, что Господь уготовил для своего народа. Другой еще пророк Иезекииль говорит так, 34 глава, еще, 34 глава, 1-2 стих, еще одно качество пастырей, которые неугодны Богу. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, из реки пророчества на пастыре Израилевых, или на пастыре Израилевых, из реки пророчества и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог. Горе пастырям Израилевым, которые пасли самих себя. Не стадо ли должны пасти пастыри? Знаете, по-разному можно относиться к тому, что происходит в церкви. Служение утром, служение вечером, по средам служение, молитвенные служения. Я понимаю, что когда от пастыря исходит инициатива, что не надо все это. И это не надо, и то не надо, и без этого обойдемся. Встретимся перед пришествием и там, как будет. Можно одно служение перед пришествием хорошее подготовить. Прямо так, чтобы Господь с радостью на землю придет. Пришел. И я хочу сказать, Господь на самом деле с радостью придет за своей невестой. И люди, которые готовы с радостью туда пойдут. Но вот хотелось бы сегодня посмотреть, что когда идет тенденция, отрицательное деяние, что вот церковь как будто какое-то приложение, как будто то, что нам мешает жить, как будто то, что нам мешает развиваться, как будто то, что, ну, в конце концов, мешает мне отдыхать. Когда такая тенденция происходит в народе, что-то неправильное происходит в наших сердцах, братья, мои, сестры. И я задаю себе вопрос, от кого все это происходит? От меня или от каждого из нас? Вы знаете, Бог, когда смотрел на народ израильский, когда Он смотрел на свой народ, которого Он избрал, которого лелеял, за которого переживал, которого провел через Черное море, как по суше, мы видим, что из-за деяния священников и народа они были ну вот просто по всему миру разосланы. И даже перед своими смертными страданиями, Он смотрит на народ, смотрит на религиозный эстаблишмент того времени, встает над Иерусалимом, плачет Господь и говорит, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел вас собрать. Слышите, братья, мои, сестры, что хочет Господь? Не разъединить, не разослать по углам, чтобы каждый сидел в своем месте молча, где-то в углу, где-то непонятно где, Он хочет всех собрать. Как собрать? Как птица собирает своих птенцов. Не знаю, те, которые из вас знакомы с сельским хозяйством, наверное, видели, как птица собирает своих птенцов. Это всегда пища, всегда безопасность, всегда тепло, всегда уют, всегда своевременная помощь. И этот список можно продолжать. И Христос говорит, после того, как Он, вот сейчас религиозные вожди, книжники, священники, первосвященники, фарисеи, они, когда Христос не согласился на их условия, они стали смотреть за Ним для того, чтобы найти в его жизни подвох. Им не нужен был такой Христос. И Христос говорит, вы хотите пастыря доброго? Я такой пастырь, я дверь овца. Вот все остальные, они воры и разбойники. Иезекииль, 34 глава, несколькими стихами и позже, 6 по 8, говорит так, блуждают мои овцы по всем горам и по всякому высокому холму и по всему лицу земли расселись овцы мои и никто не разведывает о них и никто не ищет их. Поэтому, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого и пастыри мои не искали овец моих и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так, говорит Господь Бог, вот я на пастыре и взыщу овец моих от руки их и не дам им более пасти овец и не будет более пастырей пасти самих себя. Я и сторону овец моих и с челюсти их и не будут они пищей их, ибо так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их. Замечательное пророчество пророка, который будет говорить о Новом Завете, пророка, который будет обращать внимание на Мессию, который должен будет прийти, и вот здесь явленный Мессия, здесь Христос рядом с ними, и они не понимают, что настоящая жизнь и настоящие благословения из-за их непринятия проходят мимо их. Вместо той радости и благословения, которые Бог принес в Иисусе Христе, они попросили крови для себя и для своих детей. Они лучше принесут жертву самих себя и свой из-за своего образа жизни, и более того, и своих детей вместе с ними, нежели обратятся к настоящему пастырю и пастыре-начальнику. Знаете, Бог предупреждает нас сегодня. Я хочу обратиться к каждому из нас сегодня для того, чтобы мы, братья и сестры, понимали время, в которое мы живем, чтобы мы понимали угрозу, которая на самом деле ожидает, если мы не бодрствуем. Иисус Христос в Евангелии от Матфея, и Он там очень много говорит притч о Царстве Небесном и каким образом оно придет. Он говорит о девах, Он говорит о неводе. Он всегда заканчивает притчу о том, чтобы мы всегда бодрствовали и молились. Это наш пастырь призывает нас к тому, чтобы мы смотрели, где мы находимся, в каком состоянии, и что наполняет нашу жизнь. Я помню небольшое село. Брат уверовал в Господа и его супруга. Но доступ к ресурсам, как сегодня, не было такого. Люди читали разные книги и все принимали за здравую монету. Если в какой-то, вы знаете, в литературе советской вообще исключалось слово Бог из любого текста. Там газеты не писали. Если писали, то только с насмешками. Но если появлялась какая-то духовная литература, люди читали взахлеб. И иногда принимали на самом деле все за чистую монету. Вот я не забуду никогда вот этого брата, который как бы читал только книгу, Библию и только Библию. А его жена где-то прослышала про какую-то практику. Что нужно было пойти куда-то, что-то там сделать. И говорит она ему, я хочу пойти туда. Там какое-то суперблагословение. Или, как тогда говорили, особое благословение. Я не буду преднамеренно говорить о динаминации. И не надо догадываться. Вот. Просто хочу сказать, что этот брат ее посадил, свою супругу. И на основании слова Господнего объяснил ей, что ей никуда не надо ехать. Но вдруг, если она захочет поехать, то дороги домой уже нет. Я не говорю, что нужно принимать такие радикальные меры. Но вот брат таким образом позаботился о своей супруге, чтобы она пребывала в Господе и только в Господе. Иисус Христос говорит, что Он пастырь добрый. И Он говорит, что Он пастырь, которого послал Бог. И Он говорит, что в истории израильского народа уже и были и те, которые обращались к Богу, как к своему пастырю. И было очень много пророчеств о том, что Бог на самом деле позаботится о своих овцах, если они будут слушаться голоса Его. Очень важно понимать, братья и сестры, потому что на самом деле сегодня мы слышим разные голоса. И в принципе все они неплохо звучат. Но нужно из всей этой среды выделить голос единственного. Давид это так сказал. Псалом 22. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пожитях и водит меня к водам тихим. Знаете, когда это состояние нашего сердца, когда мы не просто теоретически озвучиваем желаемое за действительное, но на самом деле это является практикой нашей жизни, что Господь наш пастырь, тогда мы ни в чем не будем нуждаться. Исследуя жизнь Давида, и мы уже неоднократно говорим об этом Муже Божьем, мы можем смелостью сказать, что было время, когда он сильно нуждался. Но нуждался только в попечении Господнем. Охрана или физические ресурсы, которые нужны были для него, или же просто пища, хлеб насущный. Это все он понимал, что приходит к нему от Бога. Пророк Исаия пророчествует 40 глава и говорит о прекрасном обещании, которое дано народу израильскому и не только. Потому что пророк Исаия, если вы помните, он не только о народе израильском говорил и пророчествовал, но говорил, что обещание или же обетование Господне и благословение для всех людей. Он даже в свои благословения включает евнухов. Помните, как он о них говорит? Пусть больше евнух не говорит, что я сухое дерево. То есть, другими словами, это был пророк, который на самом деле показывал то, что Господь будет благословлять всех людей, которые будут призывать имя Его. 40 глава, 10-11 текст, мы читаем следующее. «Вот Господь Бог грядет силою и мышца Его со властью. Вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его. Как пастырь Он будет пасти стадо свое». «Как пастырь Он будет пасти стадо свое». В этих словах не просто обещание, но в этих словах то, что Бог обязательно исполнит то слово, которое Он изрек. И в Иисусе Христе, добрым пастыре, о котором мы сегодня читаем, о котором говорит апостол Иоанн, который говорит и передает и слова Иисуса Христа, что вот Он есть пастырь всем овцам. Но заметьте, что Христос пастырь или является пастырем только своим овцам. Есть те, которых Он пасет с жезлом железным. Есть и такие люди. Они, наверное, может быть, не понимают этого, не смиряются перед Богом. Ну вот, как в свое время египетский фараон. Бог его пас, а он не смирялся. Бог его вниз, а он в гордыне своей вверх. В этом вся и разница, что Иисус Христос пришел как добрый пастырь в смирении помочь тем, которых Он нашел, заблудших, которые были утеряны. Религиозные вожди того времени, посмотрите только на разницу. Они хотели самоутвердиться, Христос же унизился. Они хотели значимости, они хотели, ну, возвеличиться, а Христос оставил славу неба, а Христос смирился, а Христос воплотился, а Христос был послушный до смерти и смерти на кресте. И получается, смотрите, ресурсов у книжников и фарисеев не было для того, чтобы быть значимыми, но они этого хотели. У Христа же был весь ресурс. Вся значимость и все принадлежало Ему. И написано, что всю славу неба Он оставил для того, чтобы взыскать и спасти погибшие. Буквально тезисно. Почему Христос стал добрым пастырем? Почему Иисус Христос, смотря на людей, Он в своем сердце решил воплотиться, решил прийти на эту землю? Для какой цели? Буквально тезисно, но об этом мы еще подробно поговорим. Четыре вещи, на которые я хотел бы обратить внимание. Для чего добрый пастырь пришел? В первую очередь, он пришел для того, чтобы совершить спасение. Спасение всего рода человеческого. Я не буду сегодня обратно описывать тот ужас грехов, которые мучили нас до нашего обращения. Потому что жизнь греха – это не участь возрожденного человека, это участь человека, который живет без Бога. Смотрите, как креститель Иоанн говорит об Иисусе Христе. «Вот агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира». Евангелист Лука говорит, «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибший». Бог на самом деле смотрел на погибающего человека, на страдающего, на умирающего, на идущего в погибель, безвозвратно идущего в погибель человека и послал своего Сына Возлюбленного Иисуса Христа, чтобы взыскать и спасти погибшего. Так апостол Павел в послании к Титу, 2 глава, 14 текстом, и напишет, «Он, то есть, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония». Христос дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Второе. Цель доброго пасторя – положить конец греху и греховному образу жизни. Грех не должен быть уделом возрожденного человека. Посмотрите, как об этом говорит Писание. 1 Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Для сего то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Задачей Иисуса Христа было запечатать грех, было Своей смертью уничтожить того, кто являлся властелином смерти, то есть дьявола. Он, то есть Христос, разрушил смерть и явил жизнь, и нетление через благовестие, говорит апостол Павел. Третье. Он пришел для того, чтобы исполнить Писание. Господь всегда говорил о том, что Его Слово свято, и оно должно быть исполнено. И Иисус Христос исполнил все, что было по отношению к Нему. И, братья мои, сестры, исполнит и то, что есть по отношению к нам. Мы не избежим того, чтобы Господь взвесил нашу жизнь на основании Его Святого Слова. И последнее. Христос пришел для того, чтобы сотворить прекрасный организм под названием Церковь, поместить туда каждого из нас и сказать, «Вы теперь не свои, вы куплены дорогою ценой». «Живи». «Живи». «Приноси пользу». «Развивайся». «Благодари». «Потому что ты находишься в самом замечательном месте, куда только мог поместить себя Господь. Ни Штаты, ни на Австралии, ни Марс или ни Луна, а только тело, которое является Церковью. Вот туда поместил Господь каждого из нас и желает поместить тех, которые еще не знают Его как своего Спасителя. Вы знаете, на самом деле, когда читаешь Священное Писание, то прослеживаешь одну истину, что все, что делал Господь и делает, делает ради себя и ради своей Церкви. Как Он возлюбил человека и решил еще пострадать прежде создания мира за каждого из нас, так и в будущем, в вечности мы видим Христа и Церковь, которую Он искупил себе драгоценную кровью». Братья мои и сестры, кто наш пастырь? Если наш пастырь Христос, тогда нужно задать вопрос себе следующий. «А какой я пастырь? Там, в том месте, где я нахожусь. Что я исповедую? Какой образ жизни? К чему стремлюсь? Что является моей ценностью? Как я смотрю на других людей? Кто они для меня? Братья или сестры? Или, как книжники и фарисеи сказали, это невежды все. Ничего не понимают. Полный контроль. Тотальный контроль. Братья мои и сестры, да хранит нас Господь от такой участи, чтобы Христос говорил о нас, что мы те, которые посягают на то, что принадлежит Ему. И постараемся всегда входить дверью, которой есть Иисус Христос, потому что только в Нем безопасность, в Нем покой и в Нем благословение. Да благословит каждого из нас Господь. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог наш. Мы благодарим Господь за то, что Ты усыновил нас в Иисусе Христе, за то, что Ты стал добрым пастырем для нас. Господь, мы просим Тебя о том, чтобы Ты еще многих привел к покаянию, для того, чтобы еще многие люди познали Тебя как своего личного спасителя. И вошли в эту дверь, которой являешься Ты. Ты тот, который нежно стучишь в каждое сердце, зовешь человека к покаянию. Господи, продолжай. Продолжай, используй и нас как свой инструмент, чтобы мы были Твоими свидетелями на всяком месте, где бы мы не находились, добудет Твое имя славно, богословенно и прославлено в нашей жизни, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok